Новое правило при получении шенгена в обмен на визу в паспорте необходимо сдавать отпечатки пальцев. С сегодняшнего дня подавать документы в консульство и визовое центро белорусам нужно лично. Отпечатки пальцев будут храниться в единой базе почти пять лет. Такие меры приняты в целях безопасности туристов. А вот упростит ли это процесс получения виз, выяснял Александр Смирнов. Сегодня в визовом центре, как обычно, электронные очереди. Картина привычная, кроме одного существенного нюанса. Теперь для получения шенгена, кроме всего прочего, необходимо сдавать отпечатки пальцев и фото в цифровом виде. Думаю, что проблем нет в том, что это сделать. Если человек знает, что он не нарушает закон, то почему нет? Мы приходили на прошлую неделю, была большая очередь, и сегодня мы пришли как раз потому, что ее не было. Французское посольство стало пионером в области высоких технологий. Сбор биометрических данных для белорусов ввели в качестве эксперимента еще в 2005 году. Эксперимент получился качественным, и нововведение уже в статусе обязательной процедуры появилось в посольствах других стран. Пожалуйста, четыре пальца правой руки, без большого, нажимайте на стекло аппарата. Спасибо. Теперь то же самое левой рукой, пожалуйста, делайте. Сама процедура проходит абсолютно безболезненно. Визу получат люди с чистыми руками. С первого взгляда игра слов. С другой стороны, чистая правда. В прямом смысле слова. Бывали случаи, когда средства по уходу за кожей мешали дамам запечатлеть индивидуальность и исключительность своих пальцев. Мы предлагаем ознакомиться с инструкцией, с самой процедурой, которая представлена у нас как на сайте, так и в зале ожидания. Никаких проблем никогда не возникает. Европейские посольства не заинтересованы в усложнении процедуры получения виз для белорусов, говорят представители ЕС. Эта мера в первую очередь требования безопасности. Все посольства подключились к визовой информационной системе, сокращенно ВИЗ. Позже к ней подключатся консульство Шенгенского соглашения и КПП на границе. Беларусь находится в 17 регионе. До этого мы ввели в 16 регионах в мире. Везде в Африке, везде в Америке. В Азии тоже в некоторых частях. Сейчас осталось чуть-чуть вот это делать. То есть Беларусь практически вот это была в последнюю очередь. Нам осталось очень мало стран, то есть как такие большие, где очень много виз выдается России, Китая, Индия. 10 лет опыта сбора биометрических данных во французском посольстве не прошли даром. Например, были разработаны рекомендации, кто не должен сдавать отпечатки пальцев. Это дети до 12 лет, инвалиды, члены правительства, официальные делегации и те, кто едет по служебным целям. Я подчеркну, какое еще большое преимущество для беларусов, для соискателей ВИЗ, которые уже сдали отпечатки пальцев. Они могут даже не приходить, собственно говоря, в посольство в следующий раз, а через уполномоченное лицо осуществить подачу документов. Как говорят дипломаты, биометрические данные позволят оперативно работать с информацией. Где бы на территории ЕС не находился человек, правоохранительные органы смогут быстро проверить подлинность документов и выяснить при необходимости личность их владельца. Белорусы не только работать, но и отдыхать активно любят. Наша страна один из лидеров по получению шенгенских виз на душу населения. По статистике, каждый десятый гражданин нашей страны хотя бы раз в год выезжает в страны Евросоюза. Таким образом, введение биометрии не только повысит безопасность, но и подтолкнет государство к взаимовыгодному сотрудничеству. Александр Смирнов, Юрий Сахадзе, Агентство теленовостей.